Как говорят в Грузии, произошла ситуация и произошла она с налогами. В этом видео расскажу, что именно поменялось, кого это теперь касается и как с этим дальше жить. Формат ролика будет скорее информационный, нежели экспертный. Я постараюсь своими словами вам всем рассказать, чтобы было понятно каждому. А вообще история по налогам может быть у каждого индивидуальной, поэтому я, конечно, рекомендую обращаться именно к специалистам, которые занимаются налогами. При подготовке этого видео я консультировался со специалистами компании Just Advisors. Они как раз занимаются и налоговыми всеми историями, подают декларации, также помогают проводить сделки с недвижимостью и многие другие вопросы тоже помогают решать. Это не реклама, это скорее моя личная рекомендация, потому что я тоже с ними общаюсь и консультируюсь по разным вопросам. Ссылка на сайт компании будет в описании и в закрепленном комментарии. А пока давайте расскажу, что поменялось. Подписывайтесь на канал, поехали! Итак, это не изменение налогового кодекса. Это скорее трактовка отдельных ситуаций, которая будет делаться со стороны налоговой службы. Сразу скажу, это касается не всех и касается только тех, кто уже является или планирует стать полноценным собственником квартиры. То есть, когда у вас недвижимость, не обязательно квартиры, недвижимости, когда у вас недвижимость оформлена в полную собственность, вы за нее полностью рассчитались и оформили в реестре уже основной договор купли-продажи и стали полноценным собственником. Только в этих случаях эти изменения будут применимы. Те, кто покупает по преддоговорам, инвестирует на стадии строительства, продает по преддоговору, даже если этот преддоговор зарегистрирован, вас это не касается. Можно выдохнуть, но обязательно посмотрите это видео, потому что так или иначе, люди, даже те, кто покупали по преддоговорам, им в любом случае обязательно нужно быть в курсе всех налоговых изменений в стране, особенно зарубежной, в которую вы инвестируете свои деньги. Так, расскажу, как было раньше. Если у вас не было дохода на территории Грузии и у вас не было налогового номера, то вам было не обязательно подавать декларацию ежегодную о владении недвижимостью, потому что в этом случае считалось, что дохода на территории Грузии у вас нет, соответственно, налог вы на владение никакой не платите, поэтому подавать как бы нужно было, но за неподачу не было никаких санкций, поэтому никто, в общем-то, и не заморачивался, налоговый номер не получал, но есть у вас квартира и есть, вы ее сдаете и сдаете, в общем-то, ничего особенного. Теперь же поменялось все. Теперь люди, которые владеют полноценно недвижимостью на территории Грузии, обязаны получить налоговый номер, встать на учет и до 1 ноября 2024 года подать годовую декларацию за 2023 год и указать там общий мировой доход. Что такое общий мировой доход? Это весь ваш совокупный доход, который вы официально получаете. Это может быть доход с продажи недвижимости, официальный доход с аренды недвижимости, продажа каких-то акций компаний, с которых вы получили прибыль, ваша, в принципе, официальная зарплата. То есть все, что указывается в декларации, налоговой декларации, той страны, в которой вы являетесь налоговым резидентом, где вы эту декларацию подаете, вот как раз-таки эти документы и нужно предоставлять, показывая ваш доход. И на основании этого дохода будет насчитываться, либо не насчитываться определенная сумма налога уже за владение недвижимостью Грузии. Итак, теперь раз в год нужно подавать декларацию о вашем общемировом доходе. Если этот доход получается менее чем 40 тысяч лари за прошедший год, то налог вы платить за владение недвижимостью не будете. Если ваш доход общемировой составляет от 40 до 100 тысяч лари, то тогда вы будете платить от 0,05% до 0,2% в зависимости от муниципалитета, в котором находится недвижимость. Это уже отдельная история, опять-таки рекомендую здесь обращаться к профессионалам, потому что самостоятельно такие вещи, особенно в другой стране, посчитать будут проблематично и подать тоже. Но об этом я расскажу в конце ролика. И если ваш доход составляет более 100 тысяч лари, это примерно около 38-39 тысяч долларов годовой. То есть больше чем условно 3 тысячи баксов в месяц, если вы получаете официально по декларации, то тогда налог будет максимальный от 0,8% до 1% от рыночной стоимости недвижимости. Ну а главный прикол заключается в том, что если вы не станете на учет, не получите налоговый номер и не подадите декларацию, то независимо от вашего дохода, даже если вы вообще официально нигде не работаете, не знаю, зарабатываете скрипты и денег у вас официально нет, но вы не встали на учет и не подали годовую декларацию, то вам на вашу недвижимость, которую вы владеете, насчитают максимальную ставку, то есть от 0,8% до 1% от рыночной цены недвижимости. По поводу рыночной цены недвижимости, эту цену вы определяете сами, либо эксперты, которые вам помогают подать декларацию, она определяется самостоятельно, а уже налоговая, она смотрит на цену, и если она налоговой кажется нерелевантной текущей ситуации рыночной, то они могут ее перепроверить. Поэтому занижать особого смысла нет, чтобы не вызывать подозрения у налоговой. Это как бы дело бесполезное. Они проверяют по референсам цен, например, на сайтах площадок объявлений, типа myhome.g и так далее. Поэтому нужно понимать, что цена квартиры рыночная при подаче декларации должна быть адекватной, должна соответствовать рынку, чтобы не возникло вопросов. Смотрите еще какой важный момент. Если вы считаете свой доход, и у вас получается какая-то пограничная сумма, допустим, в районе 40 тысяч, либо в районе 100 тысяч лари, то получается, если у вас будет меньше 40, то вы не заплатите вообще ничего. Если у вас будет меньше 100 тысяч, то разница в налоге будет практически в 5 раз. Поэтому, чтобы не переплачивать, либо вообще не платить налог, есть возможность пересчитать. Здесь нужно считать по курсу лари. Вы, так как вы не резидент Грузии, вы получаете деньги в другой валюте, иностранной, неважно это доллары или рубли, или какая-то другая валюта. И в принципе вы можете попробовать пересчитать приходы денег по текущему курсу. Потому что, например, в начале года это мог курс быть один, и в лари будет одна сумма фиксироваться, а в конце года другой. Тем самым можно попробовать пересчитать так и попасть в сумму, чтобы весы качнулись в вашу пользу в меньшую сторону налога. Но точно так же они могут качнуться и в большую сторону. Это уже зависит от скачков курса. Но тоже имейте это в виду. Важный момент. Так что вот такие обновления. Как говорится, держу в курсе. Вообще, кого это коснется? Как я уже говорил вначале, в первую очередь те, кто покупал вторичку, оформлял ее собственность полностью сразу, либо покупал квартиру для себя или владеет в принципе каким-то количеством квартир, уже полностью оформленных, и, например, сдает их в аренду или вообще ничего с ними не делает. Поэтому я рекомендую вставать на учет налоговый и подготавливать всю эту историю заранее, не доводить до конца октября месяца, потому что изменения вступили, и нужно теперь двигаться так, как нужно. Что поделаешь. Еще раз, если вы покупали на стадии строительства, у вас не оформлен преддоговор или даже оформлен преддоговор, это не важно, вас это изменение не касается. Потому что если вы не полностью рассчитались за недвижимость и не оформили именно договор купли-продажи на недвижимость, в реестр не зарегистрировали, то для вас никаких изменений нет. Также инвестируйте, продавайте, покупайте и так далее. Но если вы, допустим, купили квартиру, она у вас сейчас по преддоговору, вы еще не вступили в собственность, но планируете вступить, то здесь нужно быть внимательными, если вы планировали перепродавать недвижимость. Потому что у застройщиков обычно в договоре есть определенное количество дней, в течение которых нужно, обычно это месяц, в течение которого после завершения строительства вы должны прилететь и вступить в собственность. То есть не получится на завершающей стадии продавать квартиру полгода без вступления в собственность. У вас есть обязанность вступить сначала в собственность, а потом уже продавать. И получается, именно в момент вступления в собственность у вас начнет считаться налог. И нужно будет открывать налоговый номер. Поэтому я настоятельно рекомендую тем, кто подпадает под эти изменения, заранее все это делать, обращаться в компанию, можете обращаться к ребятам Just Advisors, у них можно дистанционно открыть налоговый номер, стоит это 20 долларов, не считая расходов на доверенность, например, и так далее, потому что это можно все сделать дистанционно, удаленно. А разовая подача, раз в год подача декларации стоит от 200 долларов, там нужно в любом случае консультироваться, индивидуально считать, много от чего это зависит, и в принципе даже помимо этих вопросов они могут решить практически любые вопросы, связанные с недвижкой и проведение сделок, особенно если вы покупали самостоятельно или у вас какая-то сложная история, вступление в наследство или еще что-то, ипотечные моменты. Поэтому рекомендую обращаться к ним и подписывайтесь на их телеграм-канал, он тоже будет в ссылке, ссылка будет тоже в комментарии и в описании. На мой телеграм тоже, кстати, подписывайтесь. Спасибо им большое за подготовку и консультацию по поводу новых изменений. А я с вами прощаюсь, пошел считать свои налоги, до встречи на новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok